Прекрасно! Здравствуйте, дорогие девушки! Я представлюсь, меня зовут Ирина Казаченко. Конечно, вы все видели рассылку. Если вы здесь и пришли, значит, вы знаете, что планируется здесь быть. И я немного могу теряться, потому что в одиночестве я первый раз веду онлайн-презентацию. Это для меня новый формат. Я до этого и сейчас остаюсь, и много работала в живом формате. Продолжаю работать, вести тренинги и онлайн. Конечно, немного новый опыт для меня. Поэтому не обращайте внимание на мои непопадания мушками в правильные кнопки или еще что-то. Я буду стараться, чтобы все было без сбоев. Итак, сегодняшнее занятие, оно первое в цикле тренингов, которые называются «Женский путь и голос любви». И сегодня я попробую очертить общую схему подхода, в котором мы будем с вами находиться в ближайшие дни. И параллельно немного рассказать о себе, потому что всегда важно понимать, кого мы слушаем. И я буду стараться увязывать теоретический материал параллельно с какой-то информацией себе, чтобы не перегружать ни тем, ни другим. И эта встреча, она завтра повторится. Она будет вживую также идти, но материал будет точно такой же. Это как раз для тех людей, которые сегодня не смогли, а завтра смогут. Или для тех, кто там частично присутствовал сегодня и хочет добрать завтра. Поэтому все будет повторяться ни слова в слово. Конечно, это невозможно, потому что вживую идет процесс. Но суть вся будет та же самая. И тренинг уже продолжится. Вторая встреча, второе занятие уже будет в понедельник. Поэтому те, кто сегодня прослушает и вас все устроит, вы решите принять участие в тренинге. В следующий раз продолжение будет в понедельник, не завтра. Итак, я начну нашу сегодняшнюю встречу с такого понятия, как образование. Образованием я буду называть некую энергетическую структуру внутри любого человека, в данном контексте женщины, которая, если она образовывается и создается внутри, то она выполняет определенную функцию. Сейчас будет все проще и понятнее. Мы сейчас присоединим слайды. Вот. И параллельно я буду описывать, как это в реальной жизни выглядит. Итак, образование. Сейчас, минутку. Итак, допустим, есть вот женщина, да? Вот такой значочек. Есть ли он у вас на экранах? Плюсик дайте мне кто-нибудь. Если у кого-то у одного есть, значит, и все остальные его должны видеть. Значок на экране. Угу. Прекрасно. Итак, допустим, это женщина, ее как бы ядро, да, ее суть энергетическая. Вот. И образование – это некие энергетические структуры. Мы их сейчас по чуть-чуть разберем. Допустим, есть первая веточка вот такая – социальное образование. Итак, это энергетическая структура, которая, если образовывается внутри, то она работает и привносит некий доход в энергетическое ядро женщины. То есть что получается? Социальное образование, к нему относятся все наши детские сады, наши школы, наши вузы, наши дипломы, которые мы получаем. И к энергетической структуре образования это не имеет никакого отношения. Почему? По первому своему образованию я экономист, маркетолог промышленности. И очень долгое время, больше 10 лет, лет 12, я работала в офисах и занималась, собственно, рекламными компаниями, пиар-компаниями. И работала с очень крупными компаниями на внедрение брендов на рынок. И затем я преподавала в РУДЭНе, Российский университет дружбы народов в Москве, на втором высшем образовании, дисциплины пиар-реклама-маркетинг-менеджмент. И так как это второе высшее образование, то приходили ко мне студенты уже взрослые, которые уже имели базовые какие-то свои образования, часто не одно. И очень часто я видела одну и ту же картину. Сколько бы дипломов не было у человека, у многих сохраняется страх в глазах, что он не может приспособиться и боится завтрашнего дня. Боится потерять работу, боится, что не сможет найти работу. И поэтому идёт учиться, учиться и учиться. И у меня были рекордсмены. У меня был студент, ему было 63 года. У него было пятое образование, и он по-прежнему был неуверен в завтрашнем мире. И когда образование образовывается в нашей структуре, то любая эта структура выполняет свою функцию и привносит вклад в наше ядро. То есть итогом социального образования служит ситуация, когда человек не боится финансовых и социальных проблем. Когда он внутри уверен, что сможет всегда обеспечить своё проживание, пропитание, крышу над головой, что бы ни случилось с его социальной активностью. То есть когда мы затрагиваем какую-то тему нашей жизни, например, социальное взаимодействие, то есть вопрос материальности нашей жизни, то видите, как показана здесь петелька на экране? Мы даём некий посыл изнутри, потом этот выход за свои рамки во внешний мир обогащается, и обратной петлёй возврата приносит нам дивиденды. И каждая тема жизни привносит в нас некий тип энергии, некие качества, которые делают наше энергетическое ядро более устойчивым и более стабильным, грубо говоря, наращивают силу. То есть получается, что пока есть внутренний страх, если мы сейчас говорим про социальную вот эту ветку, про социальное образование, есть внутренний страх о том, что я не способен, не боюсь, или мне не хватает сил справиться с социальной жизнью своей, я недовольна или так далее, пока этот страх существует, это образование внутри не сформировалось. И количество дипломов здесь не играет никакой роли. То есть, грубо говоря, это некий уровень навыка образования, это определенный навык, который в психологическом поле выглядит действительно вот как способность некоторая справляться с какой-то темой жизни. Ну и вот в данном контексте это вот социальное образование. То есть, продолжая знакомство, представление себя, первое мое образование, да, это маркетинг, пиар, реклама. Второе образование, я психолог, и... Так, сейчас, минуточку. Ну, у меня уже... Сейчас, простите, тут технический момент. Так, скажите мне, пожалуйста, видна ли петелька, которая выходит из центра, в которой написано образование социальное? Дайте мне плюсики, если видна. Видна. Прекрасно. Значит, все правильно. Вот. Спасибо. Это вот то, о чем я вначале говорила. И второе образование, я психолог, и у меня есть повышение квалификации в темах телесной психотерапии, звукотерапии. Сертифицированный тренер в творческом мышлении, изучала процессы мозговой активности в разрезе творческих процессов. И многое-многое другое. И в связи с таким обширным как бы опытом я поработала во многих сферах. Вот. И в бизнесе, и в консультировании, и в преподавании. Сейчас на данный момент веду открытые тренинги. Хорошо. Идем дальше по примерам. Следующее образование, о котором я хочу с вами познакомить, это образование любовницы. Что это такое? Я пока не нашла другого слова. Я сейчас объясню, что сюда вкладывается. И если кто-то найдет более лучшее, подходящее значение, вы мне пишите, я с удовольствием применю, если будет резонанс с этим словом. Что такое образование любовницы? Это способность получать удовольствие от любых проявлений жизни. То есть сексуальность и сексуальные отношения, которые больше всего связаны со словом любовницы, здесь имеют очень незначительную роль. Способность получать удовольствие связана с ощущением и контактом с собственным телом. И когда эта энергетическая структура у женщины сформирована, женщина получает постоянную подпитку своей энергетики. Она способна получать удовольствие и быть расслабленной практически во всех жизненных ситуациях. Идет ли она по улице, она получает удовольствие, тело расслаблено, и оно насыщается этим процессом. Занимается ли она бытовыми делами, работает ли она в социальных каких-то структурах, общается с любимыми или с нелюбимыми людьми. Она умеет сохранять это состояние, в котором жизнь и энергия жизни не прерывается и насыщает тело каждый момент. Такие женщины видны со стороны смотрятся как достаточно расслабленные, спокойные и наполненные. И это определенная энергетическая структура, которая именно на плане чувств связана с качеством удовольствия. Поэтому я ее так и назвала образование любовницы и получение сексуального удовольствия. Здесь, конечно, сюда же вложено, но, повторюсь, это не единственное. То есть, когда эта петля, вот эта петелька, работает правильно и функционирует правильно, то женщина насыщает свое ядро и петля возврата работает постоянно. То есть, каждый контакт с жизнью приносит ей реальную силу. Следующее, что можно рассмотреть здесь в образованиях, это образование жены. Образование жены это ситуация у женщины, когда парные отношения точно так же обогащают ее и увеличивают ее состояние, ее силовую подоплеку энергетическую и приносит качество, обогащенное взаимодействием с партнером. То есть, те качества, которые женщине от природы не свойственны. И, например, сразу затрагивая разницу между онлайн-режимом и режимом живого тренинга. То, что будет сдаваться здесь, на этом тренинге, это очень большой и ценный материал, который не влазит в живой формат в силу того, что он занимает много времени и требует достаточно сильной детализации. А в живом формате очень много, например, целый день уделен образованию жены, потому что в группе есть возможность контактировать друг с другом. И все поведенческие модели в упражнениях, в паре и в группе начинают из женщины выходить наружу, и она видит, как она взаимодействует в своих моделях поведения с другим человеком. И живой тренинг, он почему важен? Потому что там есть возможность живого контакта с другими людьми, на котором многие вещи, скрытые от нашего сознания, проявляются. И здесь в онлайне мы с этой темой так подробно контактировать не можем. Вкратце могу сказать, что образование жены способно привести женщину к очень сильному энергетическому скачку, если пара развивается в здоровом режиме и партнёры реально обогащаются друг другом. То есть тогда вступает в закон принцип синергии, в котором 1 плюс 1 равно 3, 5, 8, то есть сумма гораздо больше простого сложения. Но как это происходит, вот эта тема другого формата тренинга. И если эти образования внутри не сложены, то есть петельки не работают, они как бы не делают свой естественный возвратный ход, то получается, что мы энергию изнутри посылаем вовне, вроде бы для обогащения и возврата, но она не доходит и мы просто истощаемся. Вот. Ну, пока идём дальше, потом мы к этому вернёмся ещё. Дальше. Какое образование? Это как примеры, которых можно увеличивать, их количество. Образование дочери. Очень интересное внутреннее образование, потому что сейчас на данный момент очень популярна тема семейных расстановок, работать с родом. И образование дочери – это как раз та энергетическая структура, которая может черпать энергию из-за своего рода, когда род становится реальной поддержкой и помогает женщине развиваться и давать дальше потомство и обеспечивать это потомство более высоким уровнем адаптации, более высоким уровнем выживания. Когда в роду есть проблемы, нездоровье, вытесненные какие-то родственники и так далее и тому подобное, то на потомка в роду как бы накладываются все эти все эти ограничения родовые. И род как бы забирает силу обратно. И получается, что женщина внутри себя сталкивается с проблемами, которые не она лично наработала в этой жизни. Проблемы, например, наследственных болезней, наследственных моделей поведения, суицидных мыслей, паттерны несчастливых семейных отношений, которые дублируются через поколения и повторяют судьбу мамы, бабушки, прабабушки и так далее. И в свое время я очень много занималась расстановками как участница, не как ведущая, у меня нет сертификата, и я не обучалась ведению этих расстановок, но поправила очень много в себе и в своем здоровье и в отношениях со своей мамой, со своими родителями, и понимаю ценность этого вложения труда. то есть когда у вас теплые, дружеские, любящие отношения со своими родителями, это дает очень мощное защитное поле и поддержку вам как потомку и помогает вашей семье. Это понятно любой женщине, потому что каждая женщина испытывала состояние, я не встречала идеальных ситуаций, когда были осложнения с родителями, и тогда было просто иногда физически тяжело двигаться по жизни, очень эмоционально много труда уходило на сохранение себя и своих взглядов на жизнь, и когда отношения любящие и поддерживающие, то есть даже осознание того факта, что ты всегда можешь прийти к своей маме или к отцу, или с любовью вспомнить о них и услышать некий отзвук в ответ, насколько сильно это может поддерживать. И поэтому вот это образование это и есть та структура, которая может обогащать и поддерживать извне, со стороны рода женщины. возвращаясь к рассказу небольшому о себе, жена, я замужем, я замужняя женщина, замужем на данный момент и дальше, да, я за Олегом Российским мы вдвоем работаем, браке мы 15 лет, да, и это второй брак и у него и у меня, то есть это опыт уже такой более зрелый отношений и если говорить об образовании дочери, я единственная дочь своих родителей и они живы, слава Богу, и у нас на данный момент очень теплые отношения, которые не всегда были такими, вот, но это другая как бы тема, да, вот, и идем дальше, образование матери для женщины это образование и структура энергетическая, которая привносит ей такие качества, как мудрость и раскрытие сердечного пространства, почему, потому что ребенок для женщины это очень, это прямое ее творчество, творчество на всех уровнях жизни, на духовном, на личностном, на физическом плане, потому что ребенок это в первую очередь отражение собственной матери, ее глубинных поведенческих программ, ее глубинных настроек и получается, что женщина воспитывая ребенка сталкивается с прямой связью, как бы с некой кармой, если хотите, здесь и сейчас минутку. Первое, чему мы учимся у своих детей и в процессе этого, это их любить. Любить и одновременно видеть в них недостатки, потому что своему ребенку легче всего простить все. И все мамы, которые здесь есть в аудитории, хорошо знают этот момент, когда мы видим несовершенство своих детей, видим, может быть, не совсем иногда хорошие качества в них, но мы их так любим, что мы готовы оправдать и принять в них все. И наше сердце на своих детях учится раскрываться и принимать реальность такой, какая она есть. И сначала это дети, потом близкие люди, а потом глядишь и на большее распахнется сердце. У меня есть дочь, ей 14 лет, она очаровательная и классический тинейзер, подросток сейчас, на данный момент времени, и у нее свой взгляд на жизнь, и мы часто с ней обсуждаем и даже спорим по некоторым моментам, и это прекрасный процесс, он непростой, не всегда приятный, не всегда лучезарный, но он учит мудрости и приятию. И это тот опыт, который привносит именно вот такое качество сердечности, как я уже говорила, и силы любить, несмотря ни на что, несмотря на ошибки свои и несмотря на ошибки своих детей. Следующее образование, которое можно в этот список образований привнести, образование мастера. Очень интересная энергетическая структура внутренняя. Она связана с глубиной индивидуальностью. И почему в женском тренинге я называю вот это образование именно мужским таким словом мастер. Потому что в нашем языке, в нашей культуре оно более имеет ту окраску, которая мне нужна. Ну, например, если бы я сказала мастерица, то чтобы какие ассоциации могут возникнуть? Ну, например, что это ну, что-то такое, знаете, милая ну, несерьезная. Ну, чаще всего там шитье, вышивание, там, ну, может быть, там, мастерица какие-нибудь там, ну, это не мастер с большой буквы, когда человек живет и в социальной жизни развивается тем, чем он является, то есть развивает свои индивидуальные качества. То есть мастерица в нашем языке это немножечко такое поверхностно даже не знаю, ну, не хватает в этом силы и глубины, как в слове мастер. Но учтите, что я в этом образовании говорю именно про женщину, образование мастера. Что это такое? Это когда человек занимается любимым делом и за счет него обеспечивает свое материальное проживание. Ну, если вы вспомните фильмы с участием мастеров, да, где мастер, например, единоборств, там, ну, вот у нас больше всего фильмов про это, да, или мастер музыкальных инструментов, там, как в Страдиваре, да, или музыкантом Паганини, то есть мастер это человек, который свою индивидуальную какую-то душевную привязанность и способность выносит на социальный уровень. И здесь интересная связь, что мастер не может быть частичным, то есть нельзя быть мастером с 12 до 3, а по вечерам подрабатывать там настройки где-нибудь, или то есть мастер, когда человек достигает этого уровня, и у него энергетическая структура образовывается, индивидуальность раскрывается, он живёт тем делом, которое любит, и он не способен ни о чём другом думать, ни во что в другое вкладываться. И здесь есть интересная связь, что образование мастера очень сильно зависит от образования социального, потому что если человек боится потерять работу, он никогда не рискнёт вложиться в собственное дело. То есть для того, чтобы раскрывать свою индивидуальность и переводить её в социально активную роль, нужен внутри вот этот пройденный уровень, когда человек не боится материальных финансовых проблем, не потому, что он ими обеспечен за счёт родственников богатых мужей или ещё наследства какого-то, а потому, что этого страха нет внутри, потому что только без этого страха можно вложиться душой, телом, поведением и действиями и всем своим бытом и расписанием жизни в своё любимое дело. Пока есть эти непройденные первичный уровень социального образования, человек будет всегда сомневаться, а нужно ли это, да ну его, ну и что, что я это умею, ну и что, что я талантливый писатель, да ну ни одно издательство это не возьмёт, ну и что, что я хорошо рисую, это никому кроме меня не нужно. А мастер, он не думает об этом, он просто этим живёт, и для него важен сам процесс, сам процесс проявления, и он первичнее обратной связи. И естественно, когда эта энергетическая структура образовывается, то она привносит в пространство каждый раз укрепление и поддержку индивидуальному сознанию, сознанию, которое опирается на индивидуальный опыт. Так, и ещё один лепесточек, который может быть, образование духа. Это, конечно, общее такое название, просто я не могла его не затронуть, потому что, ну, потому что это очень важно, конечно, безусловно. И в комментариях я могу под этим образованием сказать только, как бы, один факт. образование духа зависит напрямую от общего уровня энергии. Если энергии мало, если человек истощён и теряет с каждым днём свою силу и, ну, как бы, находится в процессе постоянного выживания, что ли, то нет энергии на взращивание духа внутри энергетической структуры. То есть есть такая метафора. Представьте, что образование духа — это как очень-очень высокий шест, который вертикально идёт вверх из вашего, ну, вообще, неважно, шест, который очень-очень высокий. Чтобы этот шест мог вертикальную позицию выдерживать и не рухнул, ему нужно очень сильное основание, основание, которое его может уравновесить. И энергетика на самом деле она очень простая по своим базовым законам и принципам работы. Без основы шест не взрастёт и не устоит. И в этом случае человек не имеет этого образования внутри, если он не накопил достаточно высокий уровень энергии. И так как всё равно нам нужны духовные ориентиры и связь с чем-то, что больше и более имеет глубокие смыслы, то люди часто склонны примыкать к идеям духа, которые во внешней среде у нас сплошь и рядом. Очень много эзотерических школ, которые предлагают те или иные модели, концепции, представления о том, как правильно жить, ради чего мы живём, в чём смысл жизни, в чём смысл движения, борьбы или не борьбы. То есть неважно. Главное, что когда образование духа происходит естественным образом, человек внутри себя взращивает собственные смыслы, собственные модели мира, собственное понимание и ощущает эту связь. Что самое важное, ощущает связь с чем-то, что находится за пределами его личных структур, личной жизни. Итак, вернусь к тому, что когда все эти лепесточки нашего цветочка, который получился, работают слаженно и хорошо, то каждый опыт, каждая тема жизни, будь то социальное образование, взаимодействие с другими людьми, материальный план нашей жизни, будь то образование любовницы, это энергетика тела, способность получать удовольствие, будь то образование жены, парные отношения, которые приносят силу, радость и большой потенциал энергии, будь то образование дочери, поддержка рода, будь то образование матери, раскрытие сердца и глубинная мудрость жизни, будь то мастер, взращивание индивидуальности или тема духа, каждый контакт с жизнью способен усиливать ваш энергетический потенциал. Если это происходит, человек способен сохранять здоровье, юность, молодость бесконечно долго. и конечно, если этого не происходит, то эти петли, выходя наружу, не возвращаются, и энергия просто теряется, идёт истощение ядра, ну и все последствия связаны с этим. И здесь встаёт вопрос, что делать, да, есть ли свет в конце туннеля, ну. часто бывает распространена ситуация, когда женщина говорит тебе, я вот научусь деньги зарабатывать, сделаю себе карьеру, а потом подумаю о замужестве, рожу ребёнка и всё-всё остальное. То есть как бы есть такая склонность выбирать последовательный путь. или другой момент, когда выбирается и утрируется какая-то одна ветка, ну, например, самое важное это род. И женщина постоянно в системе рода присутствует и через это на всё смотрит. Можно и так, в принципе, наверное, это может сработать. но, как показывает опыт мой личный и опыт многих других женщин, за которыми я на протяжении многих лет наблюдаю, держу связь, что по факту получается, что каждая из тем жизни требует постоянного включения. То есть мы одновременно и работаем где-то, мы одновременно имеем отношения с мужчинами, мы одновременно имеем процесс общения с родителями и с нашими детьми, и одновременно слышим свой внутренний голос индивидуальности, и одновременно нам важны процессы смысла в жизни и духовных поисков. И все эти темы требуют внимания одновременно. И получается, что если каждой теме уделять внимание, мы входим в простое противоречие, нам на всё не хватает времени, потому что как бы ресурсы временные, они как бы не очень большие на данный момент времени, а разорванных цепочек и так не сформировавшихся энергетических структур, которые должны обогащать, а они только забирают энергию, и женщины теряют силы на работе, теряют силы во взаимоотношениях с мужем, теряют силы в воспитании своих детей, теряют силы в спорах и в отстаивании своих границ с родителями, они не понимают и не чувствуют своей индивидуальности и вообще запутались в духовных концепциях, то есть практически если какая-то энергетическая структура и работает, то это мизер на фоне тех тем жизненных, в которых женщина теряет. И на данный момент, на данном этапе я вижу выход в том, чтобы взаимодействовать с энергетической структурой в целом сразу с энергетической структурой, не идя на конкретный разбор каких-то тем, потому что каждая тема может, она бесконечна в своем совершенствовании, можно бесконечно совершенствовать свои там, ну я не знаю, даже образование жены, то есть тема парных отношений, она бесконечна, тема общение со своим телом, образование любовницы, оно бесконечное, там всегда-всегда будут задачи новые, новые, новые. То же самое касается образования дочери. Те, кто увлекались и увлекаются сейчас родовыми проблемами, знают, что это не початый край работы, мы потомки очень-очень долгих родовых процессов, и вылазят и прабабушки, и седьмое колено, и пятнадцатое колено, и каждое колено какой-то сюрприз там несет, и вы его в себе слышите. То есть это тоже бесконечные процессы. И на тренинге я предлагаю вам путь, в котором мы будем работать с энергетической структурой в целом. Вот некая структура, это такая как бы условная картинка по гармонизации которой мы пройдем шесть базовых понятий, которые уравновешивают энергетику женщины, стабилизируют ее, способствуют накоплению и удержанию энергии, что в свою очередь благотворно и гармонично будет воздействовать на все темы жизни, то есть эхом. это не значит, что на занятиях мы будем разбирать, что делать, чтобы быть здоровой женой, ну, как бы, или что делать, чтобы быть там правильной мамой. Нет, мы будем разбирать только вопросы энергетики. И для меня на данный момент это путь, путь, который поддерживает мое состояние, здоровье, поддерживает, я чувствую себя как бы хорошо, я не болею, мне на данный момент 38 лет, и эта система для меня работает. Вот. Конечно, хорошо бы ее проверить на более длительном времени, вот, но я хочу сказать, сказать, что пять лет назад, до того, как мы стали плотно заниматься голосовыми практиками, энергетикой, ну, как бы, на фотографиях моих я выгляжу гораздо старше, чем сейчас. Почему голос? Наша тема называется тема тренингов «Женский путь, голос любви». И кто знает о нас уже давно, тот знает, что основная наша деятельность с Олегом, с моим мужем, мы ведем голосовые практики. Так вот, голос — это связующее звено нашего мира, воплощенного нашего тела и нашего мира, не воплощенного, нашего тонкого, тонких тел, наших каких-то духовных состояний. это я вкратце, потому что о голосе я могу говорить сутками, и это огромная тема. В контексте нашей темы я остановлюсь вот на таких вещах. когда мы звучим и те практики, которые мы будем делать на наших занятиях, они, многие из них содержат голосовые упражнения, когда мы звучим, именно звучим, не поем конкретные слова или конкретные мелодии, а издаем просто звуки, то голос проявляется на нескольких уровнях. Он воздействует на несколько уровней. Во-первых, на уровне тела вибрация голоса способна проникнуть очень глубоко, туда, куда не проникает ни один массаж и ни один доступный метод работы с телом. Вы знаете, что очень много в медицине аппаратуры связано со звуковым способом диагностики, тоже УЗИ, но здесь есть очень большая разница, потому что вибрация собственного голоса абсолютно безопасна для человека. А абертоны, которые присутствуют в голосе каждого человека, абертоны – надзвуки, которые высокие, то есть в любом звуке есть масса-масса-масса много других звуков, и этим и отличаются наши голоса друг от друга, именно этими еле слышимыми звуками. Амплитуда колебаний у этих высоких призвуков очень маленькая, и она способна проходить в ткани тела, в мягкие ткани очень глубоко, в ткани внутренних органов, в ткани костей, в ткани вплоть до контакта с клетками организма. И эта вибрация собственного голоса абсолютно безопасна для организма человека, для его тела. Поэтому тело и оно, эта вибрация имеет абсолютно целительный эффект. Собственным голосом человек не способен причинить себе вред. Он способен либо что-то выразить, либо направить через звук своё внимание, свой уровень более тонкого, высокого сознания и оказать прямое целительное действие. На этом стоит вся звукотерапия, вся голосотерапия, вокалотерапия, и результаты её очень высокие. уровень гармонизации безопасности очень высокий использование. Поэтому с точки зрения физического тела голос способен проникать везде и всюду. другой момент. Звук собственного голоса не оформленный, звучание, в котором не присутствуют ментальных конструкций, нет слов, нет запланированных мелодий, способно интуитивным образом связываться с теми состояниями и чувствами нашего тела и нашего внутреннего мира, которое нашим сознанием вытесняется. О чем это? Ну, грубо говоря, о том, что интонация всегда передает внутреннее состояние человека. Если голос звучит, ну, например, мы говорим что-то, то каждый из вас знает, что по интонации он слышит гораздо больше, чем от самих слов. Человек говорит там, я люблю тебя. Ты сразу можешь слышать, что он врет, да? Или наоборот, человек кричит, я не хочу тебя видеть, и вы слышите любовь и привязанность в голосе. Неважно. Важно то, что, неважно, как это выглядит в словах, важно то, что голос способен транслировать реальность нашего внутреннего мира, которое нашим умом и нашим сознанием блокируется. На этом построено очень много практики, техники интуитивного звучания, в котором мы начинаем диагностировать сами себя, но об этом будет у нас дальше на встречах обязательно. И таким образом, через звук собственного голоса, мы способствуем раскрытию и выходу той энергии, которая застряла и не выражается в нашем пространстве. Грубо говоря, некую прерванность. Если чувство застряло и не способно выразиться, оно выливается в напряжение и сдержанность, и омывание энергетическими потоками не происходит. С другой стороны, голос способен связываться не только с тем, что застряло внутри и не может выйти, но и с тем, что находится за пределами знаний о самом себе с более высокой точки зрения. Голос способен выводить на изменённые состояния сознания и на связь с более тонкими проявлениями наших тел, не только с физическими, а с более высоких уровней. И именно благодаря голосу, звучанию мы можем попадать в мистические и экстатические переживания. То есть это краткий экскурс туда, что может голос позволять делать. Но голос сам по себе, сам по себе, это хаотическое явление. Если мы голосу присоединяем намерение и позиции внимания, то мы начинаем этим процессом, этими возможностями голоса управлять. Поэтому во многих практиках мы будем соединять звучание, телесные упражнения, задействования конкретных мышц в теле и обязательно позиции внимания и намерения, что мы хотим от этой практики получить. Эта связка дает стопроцентный результат. Другой вопрос, насколько вы в этой связке будете присутствовать целиком. То есть если вы в этот момент в упражнениях думаете о чем-то другом, то ваше внимания недостаточно. Если вы делаете не то, что дает ведущий, значит вы как бы на физическом уровне не выполняете упражнения. Если вы не верите в то, что вы делаете, то вы отключаете намерение и этим самым запускаете другой вектор развития энергии. И вот эти все условия, ваша тотальность присутствия, ваша вера в то, что вы делаете и согласие с теми принципами и моделями, которые вам предлагаются на тренинге, то есть ваша собранность, согласие и ваше буквальное выполнение упражнений, от этого зависит результат. Вот. И повторить, что на занятиях в будущем мы будем работать именно с энергетическим телом. И начнем прямо сейчас. Первое, что мы начнем изучать, то есть первое базовое понятие, с которого мы начнем изучение шести базовых понятий энергетического тела женщины. Это понятие центр энергетической структуры. И посмотрите сейчас на экран, как вы видите, центр энергетической структуры в данной модели, в которой мы будем работать, находится и на физическом теле совпадает с местонахождением матки в организме женщины. Почему я оговариваюсь в этой модели? Потому что существует огромное количество моделей энергетических тел. и я предлагаю вам априори взять за аксиому ту мысль о том, что любое знание является лишь моделью. Почему? Потому что я думаю, что никто точно не знает, как целиком выглядит энергетическая структура человека. Есть некие общие принципы и принципы, которые легко проверяемы и модели, которые в опоре на которые можно самоисследовать себя и найти принципы гармонизации. И для меня модель работает, когда она позволяет понимать через неё свои негармоничные состояния и с помощью в опоре на эту модель я понимаю, что мне делать и как, чтобы эту гармонизацию достигать и усиление своей энергетики. Ту модель, которую мы будем рассматривать операцию, она близка к эфирному телу человека, тоже опять-таки в опоре на модели многоуровневости тонких тел, потому что есть разные типы энергии. Та энергия, с которой мы будем работать, она плотная и легко осязаема, она доступна к ощущению ее и энергетика, на которую мы будем обращать внимание, ее легко почувствовать через такие понятия, как расширение, сужение, большая полнота, большая пустота, тепло или прохлада, жжение или колкость, ну и подобные принципы, то есть подобные ощущения, которые не связаны конкретно с контактом с физическим телом, но как-то ощущаются по-другому. Вот. Итак, базовое понятие. Первое. Все базовые понятия, которые мы будем проходить, они не подвержены иерархии. Это одновременно шесть точек опоры. То есть это не значит, что если мы первое сейчас проходим центр, значит она самая главная. Она одна из шести главных. Но так как мы последовательно излагаем материал, поэтому есть определенная последовательность, но она не иерархична. Так вот, центр энергетической структуры, если он сформирован внутри, у женщины, то это обеспечивает ее опору, грубо говоря, некую самодостаточность и уверенность. Это на психологическом языке. И такая женщина, опять-таки опираясь больше на психологические метафоры, потому что они понятны очень многим, она способна быть одной. Она независима от других людей, и ее жизненная ситуация это ее собственный выбор. Это не ситуация, когда она вынуждена с кем-то жить, потому что ей больше жить негде, например. Или она вынуждена контактировать с этими людьми, потому что не контактировать она не может. То есть все вынужденности того или иного рода говорят о потере опор и о потере энергетического центра. Что и как мы будем с этим работать? Сначала я объясню, что происходит, когда центр как центр не сформирован. Представьте, что в классическом виде есть точка центральной сферы, а вокруг есть энергия другого характера. То есть это похоже на это очень грубое сравнение, простите меня за такие грубые вещи, но это похоже в каком-то смысле на яйцо, когда есть желток, который с определенным химическим составом или типом энергии и задачами, а есть белок, у которого совершенно другая функция. И когда центр теряется, когда не теряется, как бы, часто распространена ситуация, когда женщина концентрирует и уплотняет центр не внутри себя, а в каком-то смысле опоры и этот центр свой базовую энергетику ядра распространяет на близких людей. То есть по факту это можно опять-таки грубым сравнением сравнить с яичницей, которую перемешали, и желток и вот эту смесь растянули и она как бы растеклась. И растеклась за счет того, что женщина своей опорой и вот эту самую мощную ядреную силу, силу ядра каким-то образом перемещает в близких людей. Я вот тут сделала такую картинку, она грубоватая, но понятная. Вот представьте, что эта энергия, яичница такая получается, она растянута на мужа, на ребенка, например, на сестру и на подругу. Этих участников может быть очень много, может быть один или два или пятнадцать. Что в итоге получается, как это выглядит в жизни? Представьте, что женщину распяли, да? Она как бы своей внутренней силовой частью распространена на жизни и вот спутана с энергией других людей. Получается, что если кого-то из них начинает колбасить русским языком, да, что-то происходить с одним из участников ее яичницы, то женщину эту априори хочет она или не хочет, но на нее это влияет. Она не может не участвовать в жизнях людей, в которых влила часть своей базовой силы. Потому что получается, что с одной стороны она как бы оперлась на этих людей, с другой стороны поддерживает их своей базовой силой, силой ядра, а с третьей стороны получается, энергией, все как бы жизнь этих людей, на которых она распространилась своей базовой энергией, в каком-то смысле является ее собственностью. Вот подумайте об этом. Это очень важный момент, который многие процессы объясняют. Допустим, женщина распространилась своей базовой энергией. Возьмем, например, сестру. И с сестрой что-то происходит в жизни, и у нее там сильные переживания, разрыв отношений с мужем. И женщину от этого, нашу героиню, очень сильно тоже это тревожит. То есть получается, что она не специально как бы думает об этом, но у нее мысли сами по себе возвращаются. Она хочет или не хочет, но ее эмоции и перипетии жизненные там сестры ее выводят из равновесия. И когда ей сестра говорит не лезь в мою жизнь, например, это моя жизнь, не вмешивайся в нее, женщина она не понимает, как это не вмешиваться, это же часть меня. И вопрос состоит в том, что такое вмешательство, ну не то, что вмешательство, такое распространение базовой энергии на близких людей, оно вроде бы как бы делается, ну вроде бы изначально из какой-то близости, или там из-за компенсации опор, ну я не буду сейчас в такие глубокие вещи заходить, произошло, так произошло, в чем собственно загвоздка, ну и хорошо, раз произошло, то ну что тут плохого вроде бы, а плохо в том, что невозможно, ну как бы все в жизни не всегда гладко, и проблемы этих участников ядра женщины, они постоянно будут тревожить и вводить в тревожность и беспокойство саму женщину, и она с этим ничего не сможет сделать. И получается, что у женщины есть такая раздвоенность, ну это же часть моей жизни, я не могу в этом не принимать участие, а с другой стороны ее участие ничего не способно изменить, это не настоящая поддержка, это не настоящая забота, это похоже на пример есть такой, который часто бывает многим понятен, мне жаль, что вот у меня только такой пример связанный с как бы вот именно он только такой, но как бы другого я пока не могу такого точного найти. Каждая из вас наверняка переживала ситуацию, когда мама очень о вас беспокоилась, и она переживала за вашу жизнь, неважно, профессиональную, личную или еще какую-то, и она может звонить и говорить там, как у тебя дела, и что-то советовать, и переживать, и вы понимаете, чувствуете, что вы взрослый человек, и вы говорите, мама, я же уже взрослая, я сама могу справиться с этим, это несложно, но мама заботится, и ее забота часто обременяет, и вы любите свою маму искренне, глубоко, но бывает, что забота обременительна, и она нереальная забота, понимаете, о чем я говорю, она нереальная забота, то есть мама заботится, но результат ее заботы, он как бы не имеет той важности, то есть грубо говоря, это важно для мамы, больше, чем для вас, и это один момент, то есть вот такое распространение своей базовой энергии на других близких людей, оно не является по-настоящему нужным для этих людей, оно как бы имеет обременительный характер, и часто людям хочется освободиться от этого, и их можно понять, и этот пример с мамой, с этой распространенной ситуация привела, чтобы вы на себе, у кого такая ситуация была в жизни, поняли, как это забота, которая обременяет, и не создает той действительно помощи, которая требуется. С другой стороны, есть такой момент, никому не нравится, когда есть внутренняя тревога, внутренняя вот этот раздрай, а женщина в таком состоянии с расплёсканным ядром и опорой на своих близких постоянно испытывает состояние тревоги и обеспокоенности и связывает это с поведением этих людей, на которую сама же и расплескалась. И как ей в этом случае, как в такой конструкции энергетической ей сохраниться? Ну, прежде чем вы придёте к очевидному ответу, я его сразу дам через контроль. И тот самый гиперконтроль, который, о котором кричат все психологи, психотерапевты, дуй, женщина, дамочка, да у вас же гиперконтроль, он как раз связан с ситуацией, когда гиперконтроль является системой защиты от беспокойств. Женщина начинает контролировать всех участников своего энергетического поля, чтобы обезопасить себя. Ну, и как вы понимаете, это тупиковая ветка, смысл которой в том, что это загоняет саму женщину, это не привносит ей сил. С другой стороны, обеспечить комфорт себе на всю жизнь в таком состоянии, как показано на экране, она в принципе не способна, и единственный выход, который может женщина сделать, и он станет грамотным и выходом из этой ситуации, это всё-таки всю энергию максимально собрать вовнутрь. И мы сейчас попробуем этот процесс запустить. Вся эта информация, которую я вам рассказала сейчас, она отложится обязательно, вот, и некоторые вещи вы уже не сможете игнорировать в своей жизни, и будете понимать, что это иллюстрация вот этой модельки, о которой там говорила Ирина. Так, и сейчас первое задание, которое вам нужно сделать, это взять листик бумаги, лучше это сделать, как именно нарисовать, и нарисовать свою яичницу, где вы чувствуете, в кого вы вложились своей базовой энергии. прежде, чем вы найдете листик, ручку там или бумажку, прежде чем это упражнение сделать, я обязательно расскажу, как в здоровом варианте выглядит структура женщины и взаимодействия с близкими людьми. Возвращаясь к этой картинке, центр и пространство вокруг, я изначально говорила, что энергия ядра, она предназначена для определенных функций, которые не связаны с другими людьми, она предназначена только для самой женщины. Это базовый ее энергетический котел, который запускает трансформационные процессы в организме и все энергии, которые приходят к ней из окружающего мира, запускает по системе других энергетических центров, по системе меридианов и по многим-многим другим телам и так далее в некий трансформационный путь. Когда энергии, проходя эти трансформационные пути, о которых мы пока сейчас говорить не будем, возвращаются и усиливают и накапливают силу ядра. То есть это некая очень сложная система, опять грубое слово, как есть перегонки энергии, трансформации энергии. А вот пространство вокруг ядра, оно имеет другую составляющую, другой энергетический состав. служит другим целям, а именно целям, больше связанным с структурированием и тела, и пространства, и событий, и ситуацией, и с защитой и оберегом их. В первую очередь самой женщины. И если женщина на определенном уровне силы находится, то она способна эту сферу свою увеличивать и включать в неё близких людей. И тогда это может ощущаться как покров. Есть такое в христианстве термин покров. И он и носит вот ту самую функцию, которую может генерировать в себе любая женщина. Это некий тип энергии, который не является контролирующим или обременительным, а создаёт некое тонкое защитное поле людей, которых эта женщина любит и которым она оберегает. То есть это поле, которое ощущается как некая поддержка и как некая знаете как некое внутри переживается знание, что ты не один. И чем выше энергетический потенциал женщины, тем большее количество людей она может обеспечить своим покровом. И для этого нет необходимости присутствия женщины рядом. Это такие больше квантовые законы, в которых место и расстояние не имеют значения. Если мы обращаемся к христианской традиции, то Богородица это вот и связано почему с Богородицей явление покрова, потому что это женщина, которая достигла такого уровня, сила которой и оберег которой, покров которой, может ощущаться всеми людьми, которые ей преданы и которые по факту обратной связи генерируют в ней любовь к ним. То есть собственно и получают этот покров. Об этом можно говорить, знаете, меня ангелы-хранители там спасают или еще как-то называть. Не будем сейчас как бы вдаваться в термины и в смыслы. Принцип, я надеюсь, я донесла, что энергия ядра и опор она очень важна для самой женщины и для укрепления ее энергетической структуры. Но это не говорит о том, что если женщина вынимает свое внимание и пристальный взгляд из своего мужа или своего ребенка, она перестает их любить. Это не одни и те же вещи. Контроль и постоянная включенность в ситуацию и любовь. Это разные вещи и они запускают разные процессы. И поэтому всем близким будет хорошо, если каждый из вас, милые женщины, позаботиться о себе и сможет свою энергию или запустит процесс, в который ваша энергия начнет к вам возвращаться и начнет занимать ту позицию внутреннюю, которая и должна быть. Итак, первое упражнение сегодня это нарисуйте свои яичницы. Попробуйте быть честной, самой собой и почувствуйте жизнь никаких людей постоянно требует вашего внимания, как бы из-под вали. Кому постоянно возвращаются ваши мысли сами по себе? И этих людей тоже вот так кружочком вокруг себя распределите, кто ближе, кто дальше, то есть на кого вы можете свой рисунок создать, свою систему, так, чтобы было вам понятно, кто в кого вы больше вложены, в кого меньше. то есть почему мы это делаем? Потому что, чтобы работать с энергией, нужно точно понимать и что я делаю, и задавать такие мысли формы, чтобы они работали. Для этого какая-то связь с реальностью, конечно, должна быть. Это не должно быть оторвано от жизни, вашей внутренней жизни. И сейчас буквально 3-4 минутки на то, чтобы вы это упражнение сделали, просто возле экранов возьмите ручку, бумагу и попробуйте какой-то некий рисунок нарисовать. и ручку. Продолжение следует... И когда вы будете готовы, ставьте плюсики, когда пару десятков плюсиков наберется, я продолжу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Те, у кого есть резонанс с этой темой, те сразу увидели людей, в которых вложено именно то, о чём я говорила, энергия ядра, базы и опоры. И вопрос только в количестве людей, чтобы вспомнить всех. И сейчас мы будем делать упражнение, которое поможет нам нащупать это чувство. То есть для тех, кто энергетическое ядро внизу живота чувствует, ну как бы там проблем нет. В этом упражнении вы просто вниманием ещё больше убедитесь в этом и усилите. Для тех, кто не чувствует его, вот. Для тех это упражнение будет такой возможностью. Итак, что мы сейчас будем делать? Очень простую практику, простейшую. Я попробую... Я сейчас чуть-чуть отодвинусь. Вот так. Не сильно меня, конечно, видно стало больше, но ничего. Я опишу, и всё будет понятно. Ваша задача – удобно сесть на стуле. Так, чтобы стопы хорошо стояли на полу. И вы чувствовали свои ноги. Колени не соприкасались, были параллельны. Ну вот как бёдра ваши идут, то есть не расставлены ноги, но и не сужены колени. Просто параллельно ноги. Стопы, получается, на ширине бёдер стоят. Немножечко на кончик стула. Но немножко. Всё равно как бы должно быть удобно. Руки свободные, лежат на коленях или как-то висят, неважно. И сейчас мы будем делать простое упражнение. Прикрыв глаза, мы будем просто вращать корпусом. Какое-то время по часовой стрелке, какое-то против. Прикрыв направления, неважно последовательность. Вы начинаете по часовой стрелке вращать или против. Сейчас это неважно. И вращая корпусом, мы будем чувствовать, каждый из вас, некий центр в глубине живота, вокруг которого идёт вращение. И как бы прислушиваться к этому месту. Я сейчас покажу, как это со стороны будет, может выглядеть. И так далее. Что дополнительно. Прикрыв глаза, мы будем звучать звук У. Вниманием, представляя, что звук заливается снаружи вовнутрь и идёт туда, вниз живота, в глубину, там, где находится наша матка. И как бы в этом ядре, который мы будем через движение пробовать чувствовать, накапливается и уплотняется. И этот звук У, он будет на каждом выдохе. Неважно, какой он по громкости. Неважно, какой он по тону. Лучше, если тон будет удобным, низким. То есть, или средний диапазон, или лучше, прямо вот как бы чуть ниже. Но удобный, очень комфортный звук. Почему лучше ниже? Потому что более низкие звуки в теле считываются телом более низко. То есть, более высокие звуки более высоко, соответственно. Поэтому, так как мы работаем с низом живота, то есть, какой-то такой комфортный, удобный, низкий звук, он может быть негромким. Если вы стесняетесь, или если вам неудобно, пусть это будет негромкий звук. Главное, чтобы вы слышали его сами. И чтобы вы чувствовали эту вибрацию внутри. Не обязательно требовать от себя чувствования ее прямо внизу живота. Это, кстати, очень непросто его там почувствовать. Там мягкие ткани, и звуку сложно отражаться. Просто достаточно, чтобы вы его, в принципе, чувствовали внутри своего тела. И у нас, повторю, какие задачи. Мы прислушиваемся к той точке внутри, вокруг которой идет вращение. Есть некая точка, которая стабильнее всех. Она есть у любой женщины. Все-таки истоки ядра хоть чуть-чуть, но сохранены. Не все потеряно. Наша задача просто с этим наладить некую связь. И налаживать мы ее будем через это ощущение в движении, и через звук, и внимание, которое мы посылаем в глубину живота вместе со звуком. То есть вот такое звуковое наполнение постоянно. Представляем, что звук как рождается так вот. И наполняет, наполняет, наполняет некую точку в глубине живота. И в этой практике мы с вами побудем аж 7 минут. Ваша задача – не отвлекайтесь. Постарайтесь честно ее проделать. И я пока отключусь на 7 минут. И через 7 минут вернусь. И вопросы сейчас я посмотрю, все ли понятно. В той модели, в которой мы сейчас работаем, нет точка именно в глубине живота. Потому что мы сейчас работаем с базовой энергией опоры. Она у женщины связана с положением матки в организме, в энергетическом теле. Это вопрос очень… Мы еще к нему будем возвращаться не один раз. Но я не отрицаю и абсолютно согласна, что энергетические центры и точки опоры есть и в других местах. Но опоры в другом, если это опора силы и опора базовой энергии, которая дает энергетический потенциал, то есть еще точки опоры сердечности, это сердце. Точки опоры каких-то тонких процессов, они связаны с точкой созвучной шишковидной железы и так далее. Сейчас мы работаем именно с этой точкой. Звук только на выдохе. Вдохи спокойные, через нос. Сейчас я ближе сяду. То есть звучим, как дышим. И так далее. Давление в груди. Если есть, с ним, конечно, надо работать. На данный момент времени, если вы вообще, в принципе, говорите, то вы справляетесь со звучанием. То есть задача немножечко тогда слегка расправить плечи и расслаблять шею. Тогда давление будет меньше. И не форсируйте звук. Не вдыхайте слишком много. Вдох должен быть очень спокойным. То есть вы не песни поете. Нет, такого не должно быть. Очень спокойный, неторопливый вдох и спокойный звук «У» на выдохе. Так, ну, вроде бы все вопросы. И я сейчас выключаю экран на 7 минут, и мы приступаем к практике. Итак, ищем свой центр и укрепляем его с помощью звука. Поехали. 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 Продолжаем практику. Я с вами. Помним. Звучим «У» вниз живота и делаем вращение. Поехали. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Если кто еще не поменял, можно поменять направление вращения в другую сторону. Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Еще две минуты. Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Торzok 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 Продолжение следует... Хорошо. И делаем озвученный выдох с поднятием и плавным опусканием плеч. Выглядит это вот так. И еще раз. А-а-а-а. Хорошо. И мягко возвращаемся. Поставьте плюсики, кому удалось почувствовать или хорошо представить точку в наше ядро. Кому это удалось? Какое-то было ощущение контакта? Прекрасно. Хорошо. Практикуйте это упражнение. Оно простое и результативное. И чем больше вы в нем будете расслабляться, тем больше удовольствия вы будете получать. То, что размыто или кому не удалось почувствовать, не расстраивайтесь, потому что это просто определенный навык внимания. И если как бы внимания в этом месте было мало раньше, то просто нужно время, чтобы эта сенситивность некая образовалась. Поэтому лично я далеко не сразу начала чувствовать вообще пространство живота. И это для меня был такой достаточно трудный, долгий путь. Но поверьте, все возможно. И можно чувствовать очень-очень многое, если этим заниматься регулярно. Сейчас, минуту. У вас могут быть индивидуальные ритмы по поводу вращений. В этой практике важно чувствовать центр. На остальное можете пока не обращать внимания. Направление окружения здесь ни о чем не говорит. Все ощущения, которые у вас есть, они хороши тем, что они есть. Поэтому вибрация, покалывание, прохлада или тепло. Если что-то менялось, это хорошо в принципе. То есть нет правильных ощущений или неправильных. Потому что все зависит от вашего сейчас состояния, телесного, энергетического времени суток, в котором вы находитесь. И многих-многих других факторов, там, месячных циклов и так далее. Которые влияют на ваши ощущения и поведение энергетики. Это простое упражнение, оно безопасное. Оно полезное, потому что устанавливает контакт с ядром. И все чувства, которые в этом происходят, прекрасны. И мы будем двигаться дальше. Следующее упражнение на сегодня, как упражнение заключительное. Мы будем работать с образом нашей яичницы и с ощущением ядра и центра. По форме это упражнение выглядит очень просто. Мы будем вспоминать свои рисунки, которые нарисовали. И представлять, что каким-то образом мы энергию на вдохе возвращаем к себе. На вдохе. А на выдохе ее направляем в центр живота. Как бы на вдохе, знаете, мы вот как бы присоединяемся к энергии, которая застряла в жизни других людей. Потом на звуке О мы направляем ее в центр, вот эту в глубину нашего живота. И в конце О закрываем М. Будет закрытый звук, на котором кончик языка поднимается к небу, а промежность чуть-чуть не сильно поджимается. Просто как бы активируются мышцы промежности. Мы их раз и на М чуть-чуть поджали. И на закрытом звуке представляем, что эта энергия как бы в это ядро вплетается и уплотняется так там. То есть мы вот этот образ яичницы будем представлять, что мы вот как бы распластались, да, растеклись на нескольких людей. Или параллельно вы со всех них как бы идете, вот этот процесс возврата энергии происходит. Или по очереди можете прорабатывать каждого человека, в зависимости от того, если много людей, то лучше это одновременно делать, потому что может не хватить времени. Если немного, то можно по очереди проработать. Важно! Вот некую энергию базовую вашу ядра вы забираете, но сохраняете некую серебристую связь. Как будто бы, знаете, вы отделяете желток от белка, такое ощущение. Когда плотную энергию очень такой достаточно активной и сильную, ну, знаете, как ядро. Знаете, у Земли тоже есть ядро. И представьте, она не атмосфера, в которой мы живем и в которой мы дышим, да. Это совершенно другие качества разные, все-все-все, и физические, и химические. И вот эту плотность вы забираете, но вы не уходите полностью. Вы оставляете некое пространство, некую, вы можете представлять, серебристую или золотистую дымку, в которой этот человек остается. Вам близкий человек, дорогой вам, ваш ребенок, ваш муж, ваш начальник, кто вам дорог, я не знаю, ваша сестра или подруга. То есть вы забираете только то, что должно быть у вас внутри в животе, но оставляете некую связь. Но эта связь, она просто как тонкий воздух, она очень тонкая. И вот попробуйте эту настройку взять, и мы будем сейчас тоже в течение семи минут эту практику делать. Я буду вместе с вами ее делать. То есть, напомню, по форме это выглядит так. Можно прикрыть глаза, если вам это комфортно и удобно, чтобы лучше сосредоточиться. Сейчас минуту я посмотрю вопросы. Так, значит, ну с рисунком я уже сказала, что делать. Вы можете опираться на рисунок, вернуться к нему и посмотреть, и в опоре на него представлять картину, из которой вы забираете энергию ядра назад. А если я ощущаю себе маминую энергию, как ее вернуть? Но маминую энергию никак пока нельзя вернуть. Это задача мамы, вам с этим просто нужно как-то жить. Ну, в этой практике, в которой мы присутствуем, с этим мы ничего не делаем. Мы работаем только со своей энергией ядра. Страшно отнимать. То есть, вы не полностью уходите. Вы сохраняете связь, если она вам нужна. Если она вам дорога, вы сохраняете в другом качестве. И образ рассеянного серебра или золота может в этом помочь, потому что это совершенно другой тип энергии, разряженный, тонкий и обеспечивающий реальную связь. А если вам человек, вы устали от отношений с ним и хотите расстаться, то вы можете не представлять, что сохраняется некая связь в виде какой-то энергии. Просто свою энергию внимания забирайте обратно в себя. Итак, сейчас начнём. Повторю форму. Итак, мы представляем вокруг людей, с которыми у нас есть вот эта вот связь, на которую мы расплескали свою энергию ядра. И на вдохе мы как бы присоединяемся к этой энергии, мы её чувствуем на вдохе. То есть, вы можете с одним человеком по очереди работать или одновременно со всеми, как яичница, которая начинает подтягивать свои границы. На вдохе почувствовали эту разлитость. На О, на выдохе мы звучим ОМ. Сначала открытый О, в конце его закрываем. Длительность О и М такая, что на О чуть-чуть больше места, ну, процентов 60 приблизительно. Но М должно быть ощутимо звучаться, не быстрое. На О мы обеспечиваем движение этой энергии обратно в глубину своего живота. Можно помогать тебе руками. То есть, вот так. Ом. Руки помогают нам сохранять внимание в движении и больше собирают нас. И когда звучит закрытый звук, руки кладутся на низ живота, чтобы усилить ощущение контакта с ядром. И на закрытом звуке мы представляем, что эта энергия возвращается к нам в глубину, как бы там сворачивается и уплотняется. Как будто бы мы клубочек наматываем, возвращаем всё назад. И кончик языка поднимается к нёбу, прижимается вверх к нёбу, верхнему. И промежность чуть-чуть поджимается, не сильно, не перенапрягайте мышцы. Просто это должно запустить активный раз по поджатиям, небольшую активность в мышцах промежности. На вдохе всё расслабляется, кончик языка опускается, промежность расслабляется. И мы снова на вдохе присоединяемся. И этот процесс продолжается. Если вам покажется, что вы за два дыхания справились, просто делайте профилактику, скажем так. Выгребайте оставшиеся нити. Если вы почувствуете, что 7 минут закончились, а вы как бы не справились, или не то, что не справились, а что-то там ещё осталось, просто практику продолжите самостоятельно потом в режиме. Это не разовый процесс. Это запуск процесса в принципе. Может быть ощущение, что реально что-то происходит очень уже глобально и быстро, и, как правило, показывает жизнь, эти люди начинают активироваться и звонить, или как-то проявляться, потому что они же тоже привыкли к некой системе взаимодействия и энергетического присутствия. И когда что-то меняется, то это беспокоит любого человека. Изменения в энергетическом поле и вообще в жизни в принципе тревожные, потому что это нарушает некую стабильность, даже если она нездоровая и неестественная. Но тем не менее к ней уже приспособились все, и какого-то перекошенного равновесия достигли. И когда что-то начинает меняться, есть вот это ощущение тревоги, и эти связи натягиваются. То есть по активности внешней среды и отношений с этими людьми, вы сразу заметите, идет ли у вас прогресс в этой теме и насколько ярко он идет. Связь с мамой у вас останется всегда. Важно, чтобы она не была для вас обременительной, потому что мы связаны со всеми своими родственниками. Хотим мы этого или нет? Связь рода существует. Хорошо. Можно, да, со всех сразу к центру. Итак, начинаем практику. Семь минут. Ом. И собираем всю энергию в центр. С мужем вы не отдалитесь, потому что... Последний комментарий на вопрос. Потому что это разный тип энергии. Никакому мужу не нравится гиперопека, гиперконтроль и обременительное присутствие в его жизни. Любому мужчине приятно, рядом самодостаточная женщина, которая хорошо чувствует свою силу и опору. Если вы оставляете связь в виде серебристого света, то муж почувствует большую свободу и большую любовь к вам, потому что эти отношения станут поддерживающими реально и приятными гораздо больше. Так. Всё. И начинаем. Ом. 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 Ам. 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 Делаем еще три движения, три звука. Делаем еще три движения, три звука. В несколько секунд просто находимся в молчании, в тишине и прислушиваемся к состоянию своего тела. Делаем вдох, озвученный выдох с поднятием и плавным опусканием плечи два раза. Делаем вдох. И еще раз. И сейчас поставьте плюсики или напишите кратко комментарии. Удалось ли вам почувствовать увеличение объема пространства живота, как бы большей наполненности? Удалось ли почувствовать приток энергии? И конкретно в ядро, если это было. Удалось ли мы реже? Продолжение следует... Продолжение следует... От того, что напряжена шея, может быть, чуть-чуть как бы перенапряглась, и поэтому давление поднялось. Ну, это как одна из версий. Но наполненность, если вы чувствовали, прекрасно. Продолжение следует... То, что прошла боль, это прекрасно. То есть какая-то гармонизация и уравновешивание произошло. Боль, как правило, связана с какой-то формой дисбаланса. Или с перенапряжением, или наоборот, со слабленностью мышечного пространства или каких-то других вещей. Прекрасно. Я рада, что у вас получается. Это ваш абсолютно труд. Ваша способность собраться и работать с вниманием и звуком. Здорово. Значит, домашнее задание абсолютно полезное для всех женщин. Каждый раз, когда вы будете чувствовать вот эти состояния, о которых я рассказывала, когда из-под вали ваши мысли и беспокойства связываются с жизнью других людей, и формально это не связано с вашей жизненной ситуацией на данный момент времени. То есть, грубо говоря, личная жизнь подруги не влияет на вас абсолютно прямым образом, но выбивает вас из колеи, возвращается, заставляет об этом думать. Или неприятности, например, у детей или у мужа выбивают нас настолько, вас настолько, что вы теряете ощущение опор и почвы под ногами. Знайте, это ваше ядро разлилось и зацепилось. И делайте эту практику. Если потеряли связь с ядром, вращения помогают его найти, которые мы делали. На вдохе присоединяемся вниманием к этой ситуации или к этому человеку. На звуке О направляем энергию обратно в живот. И на М ее уплотняем, скручиваем, как клубочек в ядре. И кончик языка при этом поднимается к нему, и промежность чуть-чуть поджимается. Эта практика позволит вам усилить свой центр и запустить правильные здоровые процессы, прежде всего для вас, которые эхом будут позитивно и гармонично влиять на всех ваших близких людей. Это гарантированно. Не бойтесь ничего нарушить или повредить. Итак, милые девушки, на сегодня наша встреча завершается. Завтра будет повтор. Завтра повтор именно этой встречи. То есть я буду говорить по той же программе, с теми же слайдами. А занятия, те, кто решат присоединиться на тренинги, мы продолжим. Будут достаточно непростые темы, но каждое снабжено обязательно детальным пояснением, насколько я могу это сделать. И будут обязательно упражнения, которые способствуют большей гармонизации и простройке внутреннего пространства. Что будет на тренинге? Мы разберем остальные 5 базовых понятий энергетической структуры женщины. В описании, на страничке, через которую вы зашли, там есть некоторые темы, которых мы будем касаться. Не все. Но те, что прописаны, мы будем касаться обязательно. И по стилю сегодняшнего занятия, я надеюсь, вы какое-то представление о себе составили, как, в каком русле и в каком стиле будет вестись эта работа. На живых тренингах, которые называются «Голос любви» по формату, на эту тему у меня получается отвести полтора часа на все эти 6 базовых понятий, потому что там очень много связано со взаимодействием и контактом, с использованием групповой ситуации, что дает очень мощный эффект для опознания себя и нахождение инструментов уравновешивания себя. И живой формат абсолютно нужен, но он нужен так же, как и этот онлайн-формат, потому что именно из-за того, что мне очень не хватало времени на разъяснение многих вещей, которые очень важно женщине понимать, и родился этот онлайн-тренинг. На нём мы будем 5 дней по 2 часа каждый день уделять каждой опоре, достаточно много внимания. И практики, которые даны здесь, сегодня первое занятие и ещё, собственно, 4 занятия с понедельника по четверг, получается. И они, эти практики, в живом режиме не даются. То есть, потому что на них просто не хватает времени. Но там очень много других, очень важных, ценных вещей, которые могут, ну, они реально полезны и дают мощный энергетический приток. Живой контакт и группа, конечно, это важно. Ближайшие живые тренинги у меня в Москве 9-10, вот на следующих выходных ноября, и в Питере 23-24. Вот, ну, потом в Уфе, это можно по расписанию посмотреть. А в онлайне присоединяйтесь. Очень рекомендую, потому что если вам пошло по сердцу такое занятие первое, остальные вас точно не разочаруют. Так, да, понедельник-четверг, понедельник-вторник-среда-четверг в 20.00 начало. Это авторский тренинг. Понятно, что не всё, как бы, я многому училась, много читала, много везде участвовала. И то, что даётся здесь, это абсолютно авторская квинтэссенция, пропущенная через моё тело, через мою жизнь. И какая-то информация абсолютно авторская, то есть связана с инсайтами, с прозрениями, с глубинными пониманиями. Какая-то взята из энергетических систем, например, даосской системы. Но не всё. То есть это авторская квинтэссенция, пропущенная полностью через индивидуальное самоосознание моё. Вот. Стоимость указана на страничке 3 700 за весь тренинг, если вы оплачиваете до воскресенья, по-моему, где-то так. Пусть они заходят на страницу регистрации. Вы можете зайти на страницу регистрации, которая в письме. И там есть кнопка «Оплатить», и там есть описание этой программы. Ещё можете перечитать его. Уже, если вы побывали здесь, вы уже будете немножко другими глазами это всё видеть. Следующий цикл, я не знаю, когда он будет, будет ли вообще. Потому что жизнь постоянно течёт и меняется. И мы уже проводили два формата, связанных с голосом. Первый был в конце августа. Я считаю, что очень качественные, прекрасные темы получились. Но повторять их в таком виде нет смысла, потому что уже как бы новая идёт волна, и у нас самих, и новые информации, и новые внутренние процессы, и они как бы смещают акценты. И сейчас я это делаю, потому что для меня это важно, чтобы те смыслы, которые сейчас активны в пространстве, они не потерялись. Ну, я как бы делюсь этим таким образом. Будет ли повтор? Возможно, он будет, но он уже будет всё равно какой-то чуть-чуть другой, как и каждый тренинг. Он не повторяется. Те, кто у нас были много раз, на один и тот же вроде бы формат на йогу голоса приходили, или девушки, которые были у меня не один раз на голосе любви, те знают, что каждый раз есть новые практики, есть новые смещения акцентов. И я вам скажу честно, четыре года назад я провела первый тренинг «Голос любви». Он абсолютно не похож на тот тренинг, который веду сейчас я, спустя четыре года. Каждая группа, каждая участница меняет программу своим присутствием, потому что появляются те акценты, те вибрации, те энергии, те смыслы, которых не было у меня. Я как бы обогащаюсь в темах и в конструкциях за счёт участниц. И каждое живое взаимодействие, оно привносило большее усовершенствование в структуру ведения и в структуру материала. И тот материал, который есть, он результат того, что я видела и общалась у многих женщин. И каждый раз, когда я встречалась с незнакомой мне структурой женской, с незнакомой узором энергии и узором ситуации личных и социальных, я спрашивала себя, как можно сгармонизировать сгармонизировать и помочь в этом случае, вот в таком случае. И каждый раз я искала внутри ответы и понимала, что вот эта практика, если она будет проведена вот в таком виде, с такими дополнительными, дополнениями и настройками, она будет работать и для такой женщины. И в итоге всё, что здесь будет происходить, я повторюсь, что это квинтэссенция большого-большого, достаточно плотного взаимодействия меня с самой собой и с реальными женщинами. Какие результаты у людей? Результаты разные абсолютно. То есть и результаты многоуровневые. Знаете, это вот как тему жизни, с которых я начинала. Есть у каждой женщины на данный период времени своя актуальность. Для тех, у кого актуальна социальная жизнь, у них потенциал энергетический, который набирается на тренингах, идёт в эту тему. Они меняют работу на более лучшую, продвигаются по службе, открывают своё дело, в зависимости от того, на какой потенциал они сейчас способны выйти. В любом случае это положительные изменения. Женщины, у которых актуальна личная жизнь и образование жены, структура парных отношений, они или гармонизируют свои отношения с настоящим мужчиной, или находят себе мужчину, или расстаются, обеспечивая себе большую степень свободы и новый виток жизни, на который раньше не решались. Поэтому по-разному важно, что на тренинге вы приобретаете ресурс, силу. Куда вы её направите, на что она пойдёт, на проращивание каких внутренних вещей она пойдёт, это уже ваша внутренняя мера ответственности и мера потребности. Бывает, что женщины говорят, я не ожидала, что вот такой поворот жизненный у меня случится, потому что я не думала, что у меня здесь, ну как-то может что-то поменяться. И тем не менее это происходит, потому что энергия есть энергия, это определённая сила, которая куда-то должна литься. Об этом мы будем говорить в нашу последнюю встречу в четверг. Это большая серьёзная тема, направление энергии. Но к ней нужно подойти, пройдя определённые этапы. Поэтому о результатах. Результаты есть. Это однозначно есть. И я же говорю, что у каждого они свои. Можно ли сгармонизировать все лепестки? Как я и говорила в самом начале, путь, который я вижу сейчас, это гармонизация энергетической структуры. Получается, что эхом идёт гармонизация на те лепестки, которые требуют этого больше всего на данный момент времени. Но если вы поддерживаете, заботитесь, взращиваете свою энергию и эту тему постоянно развиваете, то, естественно, постепенно идёт проработка всех тем жизни. Более того, они начинают часто раскрываться неожиданным образом, которые уже имеют отношение к развитию индивидуальности мастера, энергии мастера и энергии взращивания духа. То есть работать на более высокие уровни, для которых требуется больше потенциал энергии. Если энергии недостаточно, и она иссякает, то это процесс прямо пропорциональный. Тем больше энергии иссякает, тем больше женщина цепляется за существующую ситуацию и боится её потерять. Тем как бы процессы выживания более активны. Процесс выживания – это процесс, в котором человек живёт и пребывает в неком страхе и напряжении. И выживание не связано напрямую с количеством денег или условием физического проживания. Процессом и страху выживания подвержены также и очень богатые люди, и очень бедные люди. Это не имеет отношения к реальности финансовой или какой-то ещё. Это внутренняя реальность. И чем меньше энергии, тем эта реальность выживания больше. Купить запись можно будет позже вместе с этой встречей. Да, но стоимость будет больше, как там и написано, льготная цена до воскресенья. Но с другой стороны, если вы приобретаете участие до воскресенья, но не можете присутствовать по каким-то причинам, то вам, как участнику, будет выслана запись. То есть достаточно своё участие по льготной цене проплатить, и вы получите её в дальнейшем. Так. Ну, вроде бы я на все вопросы сейчас ответила. Большое спасибо за то, что пришли. Может быть так, что все энергии направляются на образование духа даже за счёт других сфер. Я считаю, что нет. Почему? Потому что энергия духа... Мы сейчас вернёмся... Давайте... Хороший вопрос. Мне понравился... Сейчас я вернусь к прошлому слайду. Энергия духа... Это здесь они как бы лепесточки нарисованы в одной плоскости. Если эту картинку... Ну, у меня нет технических возможностей как бы сделать. Смысл в чём? Что энергия духа включает в себя очень большое количество качеств, которые необходимы для взращивания реальной энергии духа. То есть качество... Ну, я понятные вещи приведу. Способность быть бесстрашным. Способность быть любящим. Способность уважать собственную свободу и свободу других людей. Способность принимать мир таким, какой он есть. И много-много других качеств. Способность пользоваться своей энергией и иметь доступ к этому. Которые... Эти все качества, необходимые для взращивания этой вертикали, они формируются как раз за счёт других тем жизни. И не проработав, не пройдя все эти вещи, не будет материала. Не будет просто базы, из которой вырастет эта вертикаль. Нельзя, игнорируя социальные миры и материальный пласт. Эта тема, например, образование социальное, очень глубокая и связана, например, с тем, что человек в своём внутреннем пространстве выбирает идти за процессами индивидуального развития и более высоких ценностей, чем за выживательные процессы. Грубо говоря, социальное образование формирует энергетическую структуру, которая способна справляться с животными программами, вложенными в наше тело. Если вы не можете найти себе место и гармонично существовать в социальном мире, если вы постоянно соперничаете с окружающими, дерётесь за место под солнцем, не обольщайтесь. Ни о каком духе на данном моменте эти речи не может, потому что животные энергии рулят. И они же провоцируют состояние страха выживания. Поэтому каждая тема нужна для того, чтобы привнести новое топливо для взращивания более высокой эволюции внутри себя. вот. Вот так. Итак, вторая опора, второе занятие начнётся в понедельник в 20.00. И на этом я буду прощаться. Мы уже у нас перерасход на полчаса. Спасибо всем. Приходите, я буду очень рада вас видеть. До свидания. Так, я отключаюсь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...